Всем привет! Начну сразу с того момента, где остановился в прошлый раз. Мастера отдел кузовных все же принялись за работу, но к сезону я так не успел, и первопричина тому климатическая. На территорию европейской части России зима так и не перешла. Каждый день я смотрел прогноз погоды на неделю вперед, и когда в начале января пороги и днища были уже готовы, было принято стратегическое решение. Переварить и усилить, где это требуется, лонжероны и поперечины кузова, тем самым оставив автомобиль в работе до весны. Зато, пока автомобиль был на стапеле, я разобрал дремучий родной впуск и добрался до впускного коллектора, по образу которого хотелось готовить коллектор под итальянские карбюраторы. Вот только это оказалось не так просто, как я думал, и из Питера пришлось ехать не то что в другой город, а в другую страну. К сожалению, в Петербурге никто не смог помочь мне изготовить пускной коллектор, поэтому пришлось заказывать готовый вариант у шведов и его доставили в Финляндию. Готовый литой впускной коллектор под горизонтальный карбюратор. Теперь можно попробовать собирать все воедино. Тем временем карбюраторы были перебраны специалистом и настроены на хоть какую-то работу, и уже дожидались сборки. Вот он впускной коллектор поближе, антивибрационные прокладки, карбюратор 1 и карбюратор 2. Как видно, на Альфа-Ромео карбы находились ближе друг к другу, поэтому, чтобы их соединить на этом коллекторе, заранее была заказана специальная более длинная тяга. Так что откидываем старую, ставим новую, отверткой регулируем нулевое положение газа и аналогично поступаем со вторым карбюратором. После чего регулируем синхронность открытия дроссельных заслонок, и хотя бы на глаз проверяем, что все работает четко и ровно. Далее устанавливаем кронштейны, тросы, педали, которые встают по точкам крепления крышек корбов, и регулируем тягу газа. Затем соединяющий бензостойкий шланг и на десерт впускные патрубки, они же дудки. Получившееся устройство выглядит следующим образом и по идее готово к болт-он установке на машину. Но не карбюраторами едиными. Я все же дособрал редуктор благодаря сверхточным замерам и высококлассным чертежам. А поскольку без самого автомобиля заняться было больше нечем, решил потихоньку обращать свой взор и на косметику. Так уж повелось, что Volvo не частый год в гоночных играх, но некоторые модели все же попадаются. И в Need for Speed 2015 года, а также в последней Forza Horizon, можно встретить один из моих самых любимых шведских автомобилей – Volvo 242. И хотя он по своим очереданиям далеко не точная копия угловатой из 700 серии, именно на его базе я решил прикинуть, какие же диски и в каком стиле стоит искать на свой седан. Поскольку найти, а тем более купить, 15-52 с хуникорна или винтажный формный ОЗ почти нереально, решил пока вдохновиться лишь их цветовой гаммой. К сожалению, цвет, который я выбрал в палитре-каталоге и тот, который я ожидал увидеть, в итоге оказались слегка разными. Но и сказать, что внешний вид автомобиля испорчен, я не могу. В любом случае, надо дождаться, пока кузов будет полностью готов и окрашен, и только тогда решать, что делать с цветом дисков или даже какие диски покупать. Объем кузовных работ тем временем был закончен, и автомобиль на тросе отправляется в ремзону, где уже можно будет взяться за слесарные работы. Правда, теперь непонятна цель постройки машины, поскольку до зимы как до луны, и не факт, что в этот раз нег со льдом не обойдут Питер, а для асфальта атмосферного редблока все же маловато. Так или иначе, пока придерживаюсь установленного плана. Надеюсь, что продолжение будет скоро, и уж точно оно будет интересно. Продолжение следует...